Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, член общественной палаты городского округа Люберцы, Рустам Фусаинович Хансферов, человек, хорошо нам известный в городском округе Люберцы и не раз бывавший в нашей программе. Но сегодня, как видите, у нас на столе не совсем обычно, потому что говорить мы будем о Сабантую. Вот уже довольно много лет этот праздник проходит не только, скажем так, вот как национальный, но и как такой уже, можно сказать, всероссийский, потому что о нем знают, о нем слышат, но не все понимают, о чем идет речь. Вот мы об этом поговорим и расскажем вам о том, как в Люберцах все будет проходить 15 июня. Здравствуйте! Добрый день всем! Итак, Сабантой, давайте мы остановимся сначала на этом празднике, что он означает, когда он проводится, чтобы, так сказать, отталкиваясь от этого, уже перейти к атмосфере. Ну, если брать историю, то этот праздник, он в древности отмечался, праздновался в начале весны, то есть перед работами пахотными, перед севом. То есть выходили на поле, просили Всевышнего, устраивали гонки, соревнования, выбирали невесты и так далее. В дальнейшем, со временем, значит, праздник временно переместился уже на лето, на окончание посевного. А потянул? Ну, так вот сложилось, так сложилось исторически. Первое упоминание, значит, арабы в своих исторических хрониках, вот был такой Ибн Фадлан, который побывал в Булгаре в 921 году. Вот первое упоминание об этом празднике. Вот, значит, с 2001 года, ну, после советских времен, он стал проводиться в России. Вот. А есть какой-то перевод, название, что такое Сабан? А, Сабан, да. Может быть, надо было с этого начать. Да. Сабан – это плуг, а туй – это свадьба, то есть праздник плуга. Вот, замаливали как бы плуг, чтобы он распахал хорошо, посеял, и потом был урожай. Ну, вот такая вот российская, что ли, коннотация этого слова, Сабанту – это что-то такое вот, раздолье какое-то, да? Давайте устроим Сабантуй, да, как бы погуляем. Ну, нарицательное значение оно было как бы в свое время, вот, да. А сейчас, да, это свадьба, это праздник Сабантуй, вот, причем в России, то есть в этом году, допустим, в мире проходит 200, 400 Сабантуев. То есть в России 296 в 62 регионах, то есть у нас почти там 88 регионов, вот, представьте, 62 из них проводят, и 104 Сабантуев в 39 странах. Ну, то есть такой глобальный, межнациональный, можно сказать, такой праздник. В Подмосковье он тоже стартовал с 2001 года, то есть с 1999 года появилась региональная татарская автономия, вот, то есть появился закон о национально-культурных автономиях, и с тех времен, вот, уже в этом году в Люберцах будет 22-й по счету. То есть этот праздник, получается, он перенесся, как вы говорите, с начала весны в конец лета, да, а в данном случае мы его проводим в середине лета. Ну, не в конец, он перенесся, он именно вот на летний период, с весны на летний период. Ну, видимо, тоже связано как-то, времена года у нас немножко меняются, погода немножко меняется, а национальные традиции тоже немножечко меняются. Но давайте перед тем, как мы уже перейдем, и, кстати, во второй части мы более подробно расскажем вам о самом празднике, потому что вот даже такая программка есть, да, здесь у нас, которая присутствует, здесь все рассказано и о том, как, значит, что входит в эту, как вообще-то назвать, организация, это объединение, вот, официально это получается у нас региональная татарская национальная культурная автономия Московской области. Вот как это понять, автономия Московской области? Ну, есть закон о национально-культурных автономиях, вот, и эта организация сегодня включает в себя 22 отделения Московской области, в том числе и организацию в городском округе Люберцы. Вот, то есть это общественная организация, понятно, она не финансируется из бюджета, проводится сабантую ежегодно. Вот в Люберцах был сабантой в 2009 году. И здесь как раз указано, в каких городах он стартовал в Орехово-Зуево. Да, вот можно перечислить, два года был в Орехово-Зуево, потом Пушкино, Щелково и дальше пошли. В общем, в 2009 году уже Люберцы и последний, Дубне, 2023 год, до этого в Красногорске. Ну, то есть каждый год он проходит. И в Люберцах будет проходить в этом году. То есть как бы это будет сабантой всей Московской области. Да, эстафету мы приняли в Дубне в прошлом году. И вот благодаря главе Владимиру Волкову, который дал добро на проведение, потому что предварительно это согласовывается с администрацией, которая готова принять на своей территории, вот, в этом году, 15-го числа, будет у нас в Люберцах. Ну вот, во второй части мы поговорим об этом празднике, но прежде чем мы перейдем уже непосредственно к программе, которая, наверное, как будто обширная и позволит не просто отпраздновать, мы-то, как говорится, за любой праздник, да? Вот. Помните, как Новый год у нас встречают? Говорят, что если встречать Новый год с разными национальностями, по разным традициям, его можно встречать каждый день, потому что, ну, земля-то круглая, хотя некоторые так не считают. Ну вот, как вы считаете, что дает вообще появление таких автономий, да? Что дает это Московской области, в частности, что это дает Люберцам? Лучше познать культуру, лучше познать традиции, обычаи, верно? Ну да, ведь каждый из нас, человек при рождении, он не выбирает место, национальность, не выбирает семью, родителей, религии, традиции, да. То есть мы вот приходим в этот мир, и понятно, что, ну, как бы мы всегда же вспоминаем своих предков, родителей, а почему они занимались этим, почему они верили в это, почему вот были такие традиции. И человеку всегда это интересно, потому что, если мы говорим о движении вперед, да, каким-то целям, мы должны опираться об что-то. То, что было там. Талкиваться, да. И, конечно, вот, зная историю предков, истоки, мы можем, как бы, решать задачи уже будущие. Ну, я так понимаю, что все-таки Московская область, Москва, можно сказать, два таких огромных кластера, где перемешано хорошим смыслово население, где не только просто разные существуют, самые разные национальности, я даже не знаю, сколько на сегодняшний день живет точно, да, но и семьи, да, где муж одной национальности, жена другой национальности, а дальше дети идут, и дальше опять это все такое глобальное перемешивание. И, наверное, это правильно для такого огромного мира, в котором мы сегодня живем, где, с одной стороны, даже, наверное, интересно, когда перемешиваются национальности, и появляется что-то новое, общее. Ведь мне кажется, что любая национальность всегда за все хорошая. И все традиции подкрепляют это хорошее. Вот говоря о Сабантуе, там вот вы говорите, что речь идет о свадьбе, я так понимаю, не зря у нас здесь вот кукла девушки, да, и свадьба татарская, это что-то, наверное, особое, это такой символ объединения какого-то семейного. Что это такое? Ну да, это рождение нового чего-то, новой семьи. Нам понятно, что каждая национальность, она по капле как бы собирает в ковш единый какую-то вот национально-культурную особенность, да, российского человека. И мы, когда приезжаем куда-то там, на Кавказ, Среднюю Азию, или еще куда-то, в Якутию, мы же, нам интересно почувствовать культуру, увидеть, ну, попробовать национальную кухню, в конце концов. То есть какие-то, мы видим уникальные вещи, которые мастерят только здесь, а не где-то. Ручная работа, да. То есть очень много вещей, которые... А потом, в конце концов, когда глубоко-глубоко уходишь в историю, понимаешь, что все сводится к чему-то единому. Что-то было едино, прото-народ едино, прото-язык. Да, потом по географическим, климатическим условиям люди как бы... Разбежались, да. Да, и, естественно, в условиях определенных, там, географических, культурных, они, у них возникали свои традиции. Но многие вещи, они как бы перемешивали. Вот есть, допустим, сабантуй, да, есть наврус, есть пасха. А единое общее у всех то, что красили яйца на луковой кожуре, понимаете? То есть, значит, что-то было какое-то общее, понимаете? А потом это все... Каждый красил в другое время немножко. Да, да. Ну, наверное, в этом и есть, с одной стороны, может быть, и прелесть человеческая, с другой стороны, проблема, да, потому что, к сожалению, не всегда... Мы жили в таких условиях, когда все, ну, что называется, друг друга понимали. Эти войны вспыхивали и так далее. Особенно межнационально, наверное, самое страшное, это когда люди не понимают друг друга, а выясняется, как вот вы сейчас сказали, что общего гораздо больше. То есть, сходство больше, чем различий. А вот татарская свадьба, она... Вот у нас здесь, в Люберцах, да, в Московской области, татарские свадьбы проходят по всем традициям, обрядам. Или они такие уже немножко городские? Ну, есть, конечно, есть специальные места, то есть рестораны татарские, национальные, культурные. Вот. Ну, в Подмосковье есть татарские деревни, ну, подальше от Москвы самой. Да, ближе к восточным свадьбам, похоже. А есть, конечно, выкуп, определенные, так сказать, традиции. Только более серьезные, наверное, чем у славянских народов выкуп. Да, да. Вот. То есть, национальная одежда, кухня, понятно, что песни, танцы, именно национальные разные игры всевозможные, которых тоже на Сабанту очень много. И все это максимально старается, чтобы соответствовало, вот как будто бы ты не в Московской области находишься. Ну, в общем, да, колорит присутствует. Ну, вот и этот колорит плавно переходит на праздник Сабантуй, который состоится в этом году. Мы, столица, да, Сабантуя, можно так сказать, город Люберцы, городской округ Люберцы, 15 июня. И вот о том, как будет все происходить, нам Рустам Хусейнович расскажет во второй части. Так что дождитесь, и у вас будет прекрасная возможность принять участие в этом очень интересном мероприятии, которое, как вы видите, в Московской области проводится уже давно, если верить тому, что написано в вашей подсказке, да, такой вот красивой, которая у меня в руках, Орехово-Зуево в 2001 году. То есть 23 года назад, получается, стартовали эти вот традиционные уже акции. Ну и, собственно говоря, заголовок, который здесь вот у нас на главной титульной странице этого своеобразного проспекта, проспектика «25 лет объединяем татар». Вот Сабантуй, как он будет проходить в Люберцах, через некоторое время вы узнаете все подробности. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Вот у нас в гостях заместитель председателя региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, члены общественной палаты городского круга Люберцы, Рустам Хусейнович Хансферов, который не раз был здесь у нас в гостях. И вот он пришел к нам в этот раз с рассказом о празднике Сабантуй, который с 2001 года отмечается в Московской области. Проходил он в разных городах, на разных территориях, но теперь Люберцы тоже с удовольствием его примут. 15 июня совсем скоро, что называется, в гостях человек, который нам расскажет более подробно, что и как будет происходить. Да, значит, 15 числа с 10 до 10 вечера будет проходить фестиваль. Это фестиваль семейный. В этом году у нас год семьи. Очень много локаций всевозможных. Будет мега-квест, где 500 призов. То есть люди, семьи, дети, взрослые берут паспорт и проходят по 9 объектам. Там решают задачи, ну, как в квесте. Поэтому он называется мега-квест. И 500 призов хороших. А задачи какого типа? А разные, они связаны с знанием национальной культуры, именно вот с татарским. То есть нужно немножко подготовиться, чтобы, если, например, вы не в курсе, немножко почитать. Ну, национальное состязание, значит, прокрутить колесо фортуны, продегустировать медовый чак-чак, поучаствовать в мастер-классе, сделать фото всей семьей, ну и другие. Вот, это мега-квест. Значит, будет тонна чак-чака. Она раздаваться будет бесплатно. Ммм, это вкусно. Да, и татарский чай из гигантских самоваров. То есть никого не обидит. А татарский чай отличается от грузинского чая, от английского чая? Ну, особенность есть. Для этого надо прийти, будут специальные стаканчики, и там на дне будет в пакетике уже чай сам по себе. То есть наливаете в кипяток и пробуете. Можно, наверное, будет, если понравилось, что-то и приобрести при желании. Да, да. Будет целая этномаркет, значит, одежда, украшения, очки, сумки, игрушки, керамика. То есть вот такой тоже можно приобрести, вот как у нас. Да, косметика, парфюм. Да, и как правильно называется? Тюбетейка, да? Тюбетейка, да. То есть ничего. Да, можно посмотреть. Вот, ну. А у женщины колпак. Колфак. Вот так. Можно примерить? Да, пожалуйста. Это не ваше, да? Можно? Вот, вот так вот. А это, кстати, похоже, да? Да, что-то есть. Смородович. Что-то есть, да, такое. Вот. Ну, я должен сказать. А что означает это головной убор? Он имеет какой-то или просто это вот головной убор? В зависимости от того, как он украшен, может быть, показывает какое-то? Да, украшение оно может показывать. В принципе, это национальный головной убор. Просто часть из них оформляется ближе вот к мусульманским обычаям. Допустим, там другие немножко узоры. Здесь национально-культурный. Вот такой вот вариант. И вот подобное можно приобрести. Тюбетейку. Да, да, очень много и различный, ну, мёд, чай, татарская колбаса, козы. А мёд-то откуда? Башкирский мёд. Оттуда, да. Да, да. Он, цабантуй, в принципе, его называют татаро-башкирский, потому что в Башкире очень много татар, и это рядом. Вот. Я много раз бывал там, поэтому мёд там действительно можно приобрести. Такое ощущение, что там прям медовая столица, да? Да. Так. Значит, у нас будет очень много активностей. И для детей, и для взрослых. Детские игровые зоны. Вот. Будет две сцены. Большая сцена и малая сцена. На малой сцене будут выступления артистов, значит, акции рисунков. На фестиваль приедет «Союзмультпарк», где и попугай Кеша. Вот. На малой сцене будут герои мультфильмов. Также будут соревнования по борьбе и армрестлингу. Борьба Куреш – это борьба на поясах. Это тоже национальная борьба. Да, там уровень даже чемпионат Московской области будет. Ух ты. Вот. Армрестлинг для всех желающих. То есть можно помериться силами, получить призы. Вот. Очень много национальных игр. То есть это бег в мешках. Потом надо будет закрытыми глазами разбить кувшин. Это вот многие помнят. Нас даже президенты в свое время разбивали. Ну, у нас должны тоже главы, да. А что дает это, если разобьешь кувшин? Это как призы. Призы. Призы, да. Ну, яйцо в ложке нужно пронести и уронить. Вроде как легко, но тяжело. Да. Там много различных, значит, будет состязаний. Через которые, кстати, пройдут и наши вип-гости. У нас в этом году передача Сабантуя эстафеты химкам. Вот. И поэтому должен быть глава химок. Прям как олимпиада. Да, да. Один город передает другому. Ну, обычно, да. Две-три заявки рассматриваются. Но первый шаг – это местная власть должна как бы согласиться, что она готова. Потому что она предоставляет возможности. Это парк, какую-то зону. Становится уже городским мероприятием, да. Вот. У нас будет отдельно шатер региональной татарской национальной культурной автономии. Можно будет туда прийти. Там будет фотовыставка, книги. Можно будет один из этапов мегаквеста там же пройти. Я хочу рассказать также о хедлайнерах. Хедлайнеры – это известные артисты, которые будут выступать на главной сцене. Да, так. Да, ну, во-первых, мы планируем, что ведущими, как и в Дубне, у нас будет Максим Шарафуддинов с российского телевидения и Наиля Шахова. Это «Восток.ФМ». Вот вы говорили, что очень много информации идет в СМИ. Это связано в том числе и с тем, что уже второй год продюсерами проведения этого мероприятия, Сабантуи, является компания «Мон Эвент». Они проводят очень много мероприятий вот восточного типа, в том числе и в Малайзии, и в других странах, и в России. За Кавказом. То есть... Неопытные в этом деле, да? Такое глобальное мероприятие, о котором будут рассказываться хорошо. А ПИТ-то кто будет? Ну, у нас... ПИТ там большая, да, танцевальная программа? Или она тоже будет разбросана? Она очень большая, потому что желающих выступить очень много. Во-первых, у нас вообще по постановлению президента республики Татарстан ежегодно за каждым районом Татарстана закрепляется какой-то субъект федерации. И вот Московская область в этом году приезжает, Буинский район, вот. Очень много земляков наших татар из Буинского района в Октябрьском поселке, потому что в свое время завозили работников в текстильную отрасль, которая была в Октябрьском. То есть фактически свои родные. Да, у нас Малаховка, она тоже славится татарами исторически, как бы, то есть у нас татар достаточно много. Плюс новый город почти на 100 тысяч на севере построен, там тоже очень много приезжих. Вот. Значит, и выступать у нас планируется, ну, известная наша звездочка, это Саида Мухаммедзянова, которая была финалистом «Голоса» на Первом канале. Вот. Также будут группа «Дышать», Бахтовар, Аслан Гусейнов, Мунин Рахмаев, Велена Хикматулина и Ивтихор. Ну, вполне себе список такой солидный. Да. И, естественно, желающих, вот как я говорил, выступать очень много. И Буинский район привозит нам вообще 200 человек делегацию. Там и дети будут, они будут детские, как бы, выступления. И взрослые, которые закроют половину программы. То есть с 10 до 10 две сцены будут постоянно заняты. Вот. И у нас очень много выступающих из Московской области. То есть приедут отделения, вот у нас... Представители, да. Они все... Каждый хочет выступить. Наши люберецкие певцы есть. Есть слэдкарина. То есть будут по максимуму выступать. То есть шоу «Маст Гонг», говорят. Шоу будет продолжаться бесконечно. Да. Да. Вот. Поэтому я приглашаю всех, как бы, прикоснуться вот к этому... И это будет целый день с 10 утра, да? Да. С 10 до 10 вечера, да? Да. То есть фактически... Основные, ну, как бы, официальная часть такой открытия, это где-то в 12.30, в 13 на главной сцене, где выступят руководители, главы. Будет передача коня бронзового, который находится... Да. Это бронзовый конь. Ну вот, вот нам передавали его. Да-да-да, вижу, да, здесь есть, вот на этом проспекте. Там, да, гравируется каждый год. Это как на кубках, да. Вот. Сейчас он находится у главы, этот бронзовый конь. А потом он поскачет дальше. Химкам, да. Хорошо. Ну и вот по образу и подобию, как говорят в таких случаях, какое потом послевкусие? Что дает такой сабантуй и представителям, которые разбросаны по всему миру татарского народа, и насколько глубже в культуру татарского народа будут посвящаться, да, люди, которые будут больше узнавать, как мы говорили, и начиная с чая, еды, ну, то, что, как говорится, доступно, завершая какими-то вот традициями, то, что будут рассказывать, то, что будут пересказывать. Вот какие итоги вот такого сабантуя, что он дает всем народам? Ну, вот смотрите, мы 18 мая в Люберцах, в культурно-просветительском центре, проводили конкурс татарской песни. Приезжала ансамбль «Мираз». Был полный зал, это человек 170. И вот, конечно, там пожилое население, оно приезжает. То есть люди, которые родились, может, в Татарстане, в других местах татары, которые приехали сюда покорять столицу, так, в Подмосковье, вот как они сидели, да. То есть людям, ну, ностальгия, она же присутствует у всех. Нас всегда тянет к месту Родины, к истокам, к мелодии, музыке. То есть когда ты был маленький и слышал что-то, вот какой-то голос, песни, даже родную речь, ты же вспоминаешь всегда все, что было в молодости, правильно? Конечно, конечно. Вот, то есть это, и там было видно, что они привозили своих детей, внуков. Вот, я думаю, во-первых, узнают местные татары, что существует общественная организация, как бы, с которой... Которая фактически их представляет, да? Да, да. Потому что интересов много, мероприятий различных много, кому-то это интересно, он подтянется, понятное дело. То есть здесь нет никакого принуждения. Я думаю, послевкусие, оно именно в этом и будет заключаться, что, во-первых, может быть, уровень гордости поднимется у кого-то за свою отценность. А тот припомнит истоки свои. А люди, которые, может быть, не имеют, да, непосредственного отношения к татарскому народу, но они, вот, как, например, тот же я часто бывал и в Уфе, и в Казани, да, вот, как бы, и культура интересная, нравится и сочетание культуры, и по идее, и по подаче, и по общению. Они прикоснутся к этому, потому что вот это взаимное обогащение, ведь оно идет только на пользу. Наши сложные времена. А тем более развивается внутренний туризм. Вот то, о чем... Люди заинтересуются поехать. То, о чем говорят на самом высоком уровне, да. Да, и в Дубне, допустим, в том году, ну, посчитали, 21 тысяча прошла. Там, конечно, ну, локация интересная, потому что вдоль берега, как бы реки, понимаете, там растянуто все, но очень много людей, и понятно, что Дубна – это же тоже не татарский город, это там, так сказать, Наукоград. Наукоград, да. Да, и там разных много... Это плавильный котел, там много разных национальностей. Но люди приходят, им интересно это понять, что, где, как, как это все было. Да, это очень важно, когда мы пытаемся понять, да, и когда мы ищем точки соприкосновения, а не наоборот разъединения, которые, как известно, могут привести к самым нежелательным результатам. И очень приятно, что 15 июня, напоминаю, в городском округе Люберцы пройдет в этот раз Сабантуй, праздник областного значения, как говорили, можно даже сказать, российского значения, потому что наверняка те, кто будут в Москве вот в эти дни, в столице или в Московской области, могут прийти и даже, будучи не жителями нашего региона, но прикоснуться к этой истории. Рустам Хусейнович Хансферов был гостем нашей сегодняшней программы и, в общем-то, представителем этого большого праздника, который состоится. Все к нему готовятся. Я понимаю, что сейчас и времени на это, наверное, не особо нет, но он нашел в своем графике заместитель председателя региональной татарской национально-культурной автономии Московской области, член общественной палаты городского округа Люберцы. Спасибо вам большое. Пусть праздник пройдет на самом высоком уровне. Ну и скажите нам, вы начинали на татарском языке, что говорят, что-нибудь хорошего в финале? Ну, Бигзур Рахмат, большое спасибо. И я приглашаю вас. А я понял. Да-да, я понял. Видите, уже понимали. Очень близко все. Итак, это была программа «Открытый диалог». 15 июня. Все на Сабантуй. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова